Всем привет! Наступило время поговорить об кареточных электромоторах. Сегодня мы узнаем, насколько разными они бывают, насколько они прекрасны. И, конечно же, обо всех их преимуществах. В конце будет обязательно ложечка лёгтя. Не бывает ничего идеального. Все мы привыкли вот к таким мотор-колёсам. Это классическое мотор-колесо, которое является лидером продаж и излюбленным элементом электровелосипедов в Китае, в Украине, в России и во многих азиатских странах. Но всё больше людей начало интересоваться кареточными моторами. Давайте посмотрим, как они выглядят на велосипедах. Вот классический, в общем-то, велосипед с кареточным электромотором. И вот он рядом, наш любимый велосипед с накатистым редукторным колёсиком. Вот таким редукторным колёсиком, к которому мы уже привыкли. Итак, чем же отличается вот такой чудесный кареточный мотор от мотор-колеса? У него много преимуществ. Главное, это, конечно же, расположение. Вот этот вот моторчик. В данном случае это Bafang 750 Вт. Весит он, ну, не могу сказать, что много, 4,3 кг. У него встроенный контроллер, то есть идёт он уже полностью в сборе. Давайте об его преимуществах. Почему он так интересует всех? Первое, это расположение. Расположение в центре велосипеда позволяет оставить его родные колёса накатистыми, лёгенькими, быстрыми, шустрыми. И сберечь, сберечь вот эту любимую трансмиссию, за которую большинство из вас заплатило немало денежек. Конечно же, это здорово. Но посмотрите на этот кареточный мотор. Далеко не всегда и не во все велосипеды его можно установить. Поэтому и родился вот такой китайский набор, который называется Bafang. Он уже зарекомендовал себя неплохо во всех странах. Мы о нём поговорим позже. То есть, вот он универсальный вариант, и вот он вариант, на котором ездит Европа. Специальная рама со специальным мотором. Как правило, это фирменные брендовые моторы, не дешёвые, Yamaha, Bosch и так далее. Итак, продолжим об тех преимуществах, которые даёт кареточный мотор. Первое расположение. Это чудесная развесовочка по центру рамы, которая даёт возможность колёсам оставаться лёгкими, накатистыми и позволять вам совершать самые головокружительные трюки. Путешествие никак не затяжеляет вашу езду на колёсах. Сам моторчик является редукторным, поэтому также не затяжеляет вашу езду. Кареточный мотор прямо в корпусе имеет встроенный контроллер, поэтому, как я уже говорила, вес его небольшой, монтируется он легко в раме и не требует дополнительного никакого оборудования. Аккумулятор, кареточный мотор и поехали. По весу. По весу кареточный мотор практически не отличается от мотора аналогичной мощности, редукторного, который в колесе. То есть и тот, и другой порядок 4 с лишним килограмма. Поэтому по весу они конкуренты. А вот по расположению, по долговечности, по удобству монтажа и эксплуатации они разные. Чем очень радует кареточный моторчик? Он чудесный, умный и незаменимый помощник. В Европе вообще не практикуются ручки газа. Там все ездят на ассистировании. То есть скорость 25 км в час вполне устраивает большинство велосипедистов. И она же и закреплена законом. Это безопасно, это удобно. Ну а кто хочет быстрее, пожалуйста, накручивайте ногами. И никто вам не мешает это делать. Мотор-бофон, который я вам сейчас показывала. Он, конечно же, адаптирован под наш рынок. Для людей, которые хотят ехать быстро. Вот этот моторчик 750 Вт. Он снабжен как ручкой газа, так и возможностью ассистирования. Вот эта многофункциональность и очень широкий диапазон его использования. Это второй момент, который меня просто подкупает в этом моторе. Почему? Потому что у него, у меня есть отдельное видео по программированию дисплея этого чудесного мотора. Так вот, можно запрограммировать ограничение скорости снять, и у вас будет 60 км в час он ехать. И мы тестируем эти велосипеды с такими моторами. Они действительно выдают 60 км в час. Потом можно спрограммировать, и у вас будет не 5 степеней ассистирования, а целых 9. А это здорово. Это уже целый простор для возможности выбирать ваш режим поездки. Вот этот мотор. Многие говорят, что эта бульба висит где-то внизу велосипеда и бахается во все бордюры. Честно, еще ни один нам не принесли какой-то там бахнутый. Почему? Потому что, ну ведь, у каждого велосипеда есть вот эта звезда. Вы же ее не бахаетесь обо все бордюры. Мотор висит буквально на 1 см ниже, вот нижней звезды и самой большой. Никаких проблем нету. Спокойно все катаются, спускаются с гор, летят, совершают целые полеты и трюки. Все нормально. Мотор работает и прекрасно там закреплен. Обещанная ложечка дегтя. Она заключается в том, что расположение мотора посредине нагружает вашу трансмиссию. И цепь изнашивается быстрее. Ну, замена цепи примерно раз в 2000 километров. Нужно быть к этому морально готовы. Причем на частоту замены цепи кардинально влияет режим эксплуатации ваш мотора. Если кто-то прямо со старта любит нажать ручку газа и рвануть, конечно, это один режим. А тот, кто плавненько стартует педалями и подключает затем ассистирование, очень долго и успешно эксплуатирует свою трансмиссию. Она работает очень долго. Поэтому все зависит от вас. Ну и теперь основной фактор, почему же на нашем велорынке не распространены кареточные моторы. Я думаю, каждый из вас легко ответит на этот вопрос. Мотор-колесо с контроллером стоит примерно 5000 гривен. Аналогично кареточный мотор со встроенным контроллером стоит 15000 гривен. Разница в три раза и является тем фактором, почему у нас пока что не распространены эти моторы. Меддрайвы бывают разные по мощности, функциям, скорости и производителям. На Эльпойле распространенный в нашей стране, это, как я уже говорила, кареточный мотор Вафанг с мощностью 750 Вт. Основное его преимущество – это правильное расположение, достаточно большая мощность, которая позволяет как ехать медленно, так и развить хорошую скорость. 60 км в час – это чудесная скорость для велосипедиста. Многофункциональность. Вы можете ехать как на ручке газа, так и при помощи педалей. Большинство, кстати, приходит к тому, что при помощи педалей на режиме assistance это оптимальный вариант использования этого мотора. В комплекте с этим мотором идет отличный дисплей. Как правило, он цветной, мы комплектуем цветным. Он программируется. Это отдельная интересная тема. Пожалуйста, загляните в наш канал YouTube и обратите внимание, там я показываю. Я ссылочку дам внизу в описании на то, как можно поиграться с этим дисплеем и изменить функции мотора. Достаточно простая установка. Наше видео по установке кареточного мотора Бафанг уже побило все рекорды. И просто просмотров там сотни тысяч уже. Он устанавливается несложно. Достаточно один раз посмотреть, как это делаем мы. И каждый из вас сможет без труда это сделать. Ну и поскольку миддрайвы все больше входят в нашу жизнь, хочу показать достойного конкурента Бафангу. Вот этот немецкий велосипед, это настоящий немец, это хайбайк, на которых ездят не только в Германии, там где их производят, но и вся Европа их очень любит. Они есть от самого так называемого низкого уровня 1.0 до 5.07-0.9.0. Они есть двухподвесные, они есть фэтбайки, они есть классические горные велосипеды, вот как в данном случае Найнер классический перед нами. Это что-то средняя моделька такая, это Сдуро 3.0 Card9, у которого трансмиссия Деоре 6000, это 2х10. Трансмиссия, которая позволяет отлично управлять скоростями, которые вам необходимы, которая позволяет совершать головокружительные спуски, которые очень практикуются и любят велолюбители в Европе. Мы там отдыхали и видели очень часто людей, которые отдыхают на выходных, у них заведено кататься на электровелосипедах в горы. Вот с этим велосипедом можно проехать примерно 120 километров, если использовать первую, самую низшую степень ассистирования. Поверьте, она достаточно серьезно помогает вам крутить педали и при этом вы не замерзаете, вы имеете приятную такую легкую усталость, практически не потеете и в то же время спокойно едете на любую горку. Итак, миддрайвы бывают разные. Для наших людей создан вафанг, для европейских людей, которые любят более спокойную езду, вот такие велосипеды типа хайбайка. Ну, а большинство пока что вынуждены выбирать мотор-колеса, конечно же редукторные, которые тоже позволяют педалировать. Потому что на прямоприводном, пусть не говорят мне остальные велолюбители, ездить тяжеловато, но зато можно развивать высокие скорости. Хотя лично мое мнение, пускай меня будут сейчас многие ругать в комментариях, но если хочется ехать быстро, то нужно покупать автомобиль, становиться в ряд с автомобилистами и с ними покорять все расстояния. Велосипед это велосипед, поэтому нужно различать эти два вида транспорта. Сегодня мы познакомились с вами с азами нашего кареточного мотора. Впереди еще много интересных видео об этих моторчиках. Мы их любим. Мы все больше и больше начинаем продавать велосипедов с ними, потому что реально классные моторы. Они долговечные, они легкие, они классные в своем расположении, они достаточно простые в установочке. Ну и надеемся, что они будут становиться дешевле и дешевле год от года. Подписывайтесь на наш канал, ждите новых видео. Мы их готовим. С вами Веломодор. С вами Веломодор. С вами Веломодор.